Первые годы после революции новогодняя елка считалась буржуазным пережитком. А в начале 30-х годов и вовсе грозила советскому человеку многими неприятностями вплоть до увольнения с работы. Этот праздничный атрибут находился под запретом вплоть до 35-го года. Но потом неожиданно вспомнили, что даже Ленин бывал на детской елке в Сокольниках и хвойную красавицу реабилитировал лично Сталин. Современные же горожане не представляют главный зимний праздник без ели. С появлением в городе украшений настроение сразу улучшается, признаются самарцы. Чувствуется в приближении нового года? Ну вот, глядя на все эти украшения, конечно, чувствуется. Мы вот на Ленинградской живем, там уже тоже мишка стоит, красивые очень, часы. Город становится красивый, елки красивые, по всему городу огонечки. На стране сразу другое, праздничное. Елочный комплекс из семи искусственных деревьев уже установлен и частично украшен. Главная красавица высотой 25 метров установлена. Кроме игрушек здесь будут медиагирлянды, а тема этого года пока в секрете. Сейчас монтажники вешают гирлянду с 14 тысячами пиксельных шаров на центральную елку. Ну и, конечно, главное украшение – звезду. Сейчас гирлянды повесим. Нормальное настроение, рабочее. Ну, праздник-то чувствуется? Праздник, конечно, чувствуется для горожан. Сама елка будет красивая. С праздником будет хорошо поздравлять. На площади появятся ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Свои двери откроет и резиденция главного зимнего волшебника страны. Там можно будет загадать желание. Вскоре здесь соорудят деревянную горку и катки. В этом году их два. Один для хоккея, на другом смогут прокатиться все желающие. Новогодние гуляния на площади начнутся 31 декабря в 10 вечера. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События.